Я приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я купила вот такие мелкие восковые, две коробки купила на запас. Обязательно должно быть восковые. Посмотрите, что было написано, что это восковые мелкие. Здесь 12 штук. Есть наборы в траке, смотрите, они более тонкие. Есть разный набор, разные фирмы выпускают. Эти более толстые. Вот открываем. Здесь мы видим, что есть набор мелков под пленочкой. Это все нужно распечатать. И вот эти мелки, они в такой бумажной упаковке каждой. Это нужно упаковку убрать, эту бумагу, которая предохраняет мелки. Вот я уже сняла. Это занимает, конечно, время немножко. Есть мелки, которые продают сразу без этой бумажной оболочки. Но я посидела, немножко посидела, убрала. И мне теперь можно будет этим работать удобно. Есть у меня еще такой набор, который уже старый мелочек. Я тоже использую. Дети мне внуки приходят и рисуют ими. И что я сегодня хочу сказать, что я наконец нашла бумагу. Все меня спрашивают, где брать бумагу глянцевую. Я сначала рисовала вот на таком картоне, он полу глянцевый такой. Вообще почти не блестит. Но тем не менее, работа получается хорошая. Единственное, что утюжок тяжело входит, но не так скользит хорошо. Вот сегодня хочу протестировать бумагу, которую я купила в магазине. Вот, кстати, магазин рядом находится с моим домом. Я даже не знала, что здесь продают такую бумагу. Бумага вот такая, смотрите, какая она. Прямо видно, что она очень-очень глянцевая, такая хорошая. Блестит очень хорошо. И с другой стороны она матовая. Я сейчас с вами хочу протестировать эту бумагу. Ну и посмотрим, как это вообще работает, ли вообще с утюгом или нет. У меня утюг. Сегодня я работаю с маленьким утюжком. У него нет реле регулятора температур, но он не нагревается очень сильно вообще. Вот эта сторона верхняя так вообще слабо нагревается. Здесь посильнее немного. Им удобно рисовать. Он более такой, ювелирно можно сделать какие-то вещи. Есть утюг, конечно, у меня и побольше, которым я рисую. Все видели уже, что здесь регулятор есть. Я ставлю на двоечку. Обратите внимание, конечно, что я всегда подчеркиваю, что не должно быть здесь дырочек, отверстий для отпаривания. Это утюг не подходит. А вот такие должны быть утюги, которые без отверстий. Сегодня я попробую нарисовать что-нибудь вот на этой бумаге. Она продается в рулонах. Ну, как рулонах, просто большие листы, метр на 70, что такое. Спасибо моей подписчице Лене, которая мне вот направила и сказала, что есть такое в магазинах. Я сегодня пошла и сама просто нашла. Потому что, когда спрашиваешь у продавцов, они даже сами иногда не знают. И вот сколько они спрашивают, говорят нет. Я сегодня сама там посмотрела и нашла, что да, вот есть глянцевая бумага. Давайте попробуем что-нибудь нарисовать. Попробую новыми мельками, которые я купила. Что-нибудь какую-то абстракцию попробую сделать. Так, возьмем для начала желтый. Очень хорошо вот эти мелкие топятся. Желтый. Возьмем, скажем, синий. Сделаем просто точки в каких-то местах. И возьмем, какой у нас красный. Давайте возьмем. Даже не заполняя полностью подошву утюга. Попробую нарисовать что-нибудь. А абстрактное такое пятно на белом листе. И сделать как бы просто в центре такой, как открыточку, чтобы получилось. Давайте посмотрим, что получится. Вот опечаток интересный получился. Давайте как-нибудь его... Да, работает. Эта бумага работает. Очень хорошо. Попробуем дорисовать. Я вытираю утюжок у салфетки, которые я дам со мной здесь есть. И продолжим в этом же стиле сделать. Еще добавлю синий. Так, скажем, красный. Те же цвета использую. И желтый. Это рисование такое. Ну просто... Я не знаю. Это как... Как арт-терапия. Настолько все непредсказуемо. И настолько все получается интересно. Каждый раз все по-новому. И даже не знаешь, что у тебя в следующий раз получится. И это очень завораживает. И захватывает, увлекает очень. Поэтому я очень советую эту технику. Пробуйте с детьми. Это совсем не опасно. Утюжок маленький. Он не нагревается сильно. Даже большой, если вы используете, вы все равно делаете на слабом режиме. Вот. Интересно, что это такое получается. Я все жду, когда мне придется с Амазона. Настоящий уже профессиональный утюг, который я заказала. И бумагу, и стилус. Конечно, это вложение. Но это на долгие годы хватит. И дает очень большое наслаждение. Творческое вдохновение снова пойдет. Потому что новые материалы, новые инструменты. Это дает всегда какой-то новый всплеск эмоций. Новый всплеск и творческое вдохновение. Пытаюсь что-нибудь нарисовать такое, чтобы это было так симметрично. Нет, в абстракции не бывает симметрично. Ну вот. Моя открыточка почти готова. Вот смотрите, что я еще обнаружила. Что можно удалить пятна с поверхности, которые вам хотелось бы, чтобы они ушли. Все это ваши работы. Я просто кладу на утюг. Вот я снова поставила утюг. Видите, у нас коробочку перевернула. Но пока что так пользуюсь. Пока не пришел мой профессиональный утюг, где можно переворачивать его. Вот я сейчас кладу эту мою открыточку на горячий утюг. Если у меня здесь пятна, я могу их просто салфеточкой вот так удалить из этой глянцевой бумаги. Прекрасно все удаляется. Чистая работа получается и прекрасная. Теперь я хочу добавить сюда немного внизу. Может быть фон такой сделать. Давайте я покажу, что я буду делать. Так, я возьму сейчас голубой. Немного голубого. Растапливаю голубой. И растапливаю зеленый. Почему я мелкие храню в коробке? Высыпаю, потому что из этой магазинской неудобно доставать. Когда быстро работаешь, нужно, чтобы все быстро под рукой было. Вот я растопила зеленый и голубой. И я беру просто пальчиком чуть-чуть. Положить сначала надо нашу работу. Хочу попробовать сделать вот сюда, как бы как вода что ли. Просто вот видите, чтобы немного добавить фон, разнообразить немного. Втираем. И с этой стороны у меня зеленый цвет. То же самое я хочу сделать здесь. С этой стороны немного добавить зеленого. Вот видите, я работаю пальцем на утюге. Нельзя держать, конечно, палец на утюге. Довольно горячо. Но вот так делать штрихи, это, в принципе, приемлемо. Возможно это сделать. Я вытираю иногда, чтобы лишнее убрать. Потому что мне кажется, что слишком уже тут и сильно яркий цвет. Наша работа, наша бумага должна быть обязательно подошвью тигра, чтобы было удобно работать и воск растапливался. Вот можно так оставить. Если мне это не понравилось, я могу удалить. Как я уже говорила, можно просто взять бумажку, положить на утюг и все это очень легко удаляется. Или просто сделать более бледно, как вот сейчас у меня здесь, например. Мне очень это нравится, что можно с глянцевой бумаги удалять пятна, чтобы работа получилась чистая. Немножко мы растушуем, чтобы приятно смотреть. Ненавязчивый такой фон был. Здесь я должна снова растопить. Вот видите, у меня уже здесь высохло. Поэтому я должна чуть-чуть снова подержать на утюге. Зажмаю салфеточкой. Вишнее убрать. Будет слабый, просто слабый голубой фон. Что-то такое. Вот посмотрите. Это уже красиво смотрится. Эту открыточку я оформлю. Я вам покажу, как получилось уже окончательный вариант, чтобы это можно было поздравить. Такой открыткой ручной работы. Что-то оригинальное, необычное. Эта техника вообще захватывающая. Уже говорила. Пробуйте. Это очень интересно, очень увлекательно. В конце работы мы покрываем ее лаком. Я использую лак матовый. вот такой на водной основе. И просто носим тонким слоем. Тогда работа приобретает блеск. Мы сохраняем наш воск, чтобы он не отшелушился. И работа приобретает законченный вид, более эффектный. Все работы я покрываю лаком. Когда высохнет, тогда можно сделать подложку. И вставить в рамочку, если вам хочется сохранить и сделать дома декор. Вот так у нас получается. Блестит. Видите, очень красиво. Насыщенные цвета. Я сейчас работу свою оформила. Видите, это глянцевая бумага. Она очень хорошо блестит. Но я все-таки покрыла лаком для того, чтобы сохранить рисунок. Сохранить восковую живопись нашу. Ну и покажу, как я оформляю, как и приклеиваю свои работы. Если я хочу сделать это на планшете, на холсте. Или я хочу это сделать как открыточку. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, если я эту работу лаком покрыла, как я уже сказала. Я ее приклеила на офисную бумагу. Просто взяла вот лист бумаги, вырезала чуть больше размером, чем моя работа. Приклеила обычно вот таким карандашным клеем. Теперь на черную подложку я буду приклеивать скотчем двусторонним. Вот есть такие продают более тонкие, есть более толстые. Есть еще тоньше этого. Я предпочитаю всегда тонкие. Просто надо, для какой работы, для какой цели вы берете. Потом надо иметь, конечно, наверное, разных размеров. Так, сегодня я приклеиваю. Вот то, что мне сейчас нужно сделать, это приклеить на черный фон. Здесь вот я уже сделала, приклеила, оформила и не стала сделать здесь белый. Потому что у нас и так он белый здесь, и достаточно только черного. Значит, я беру просто двусторонний скотч. И кто умеет им работать, кто работает, может быть, с крабутингом, девочки знают, как это работать с таким скотчем. Склейка ленты из такой. Вот так вот мы приклеиваем по периметру. Очень важно закончить работу, чтобы она смотрелась завершенно и просто впечатление произойдет хорошее. Аккуратно, поэтому обязательно не жальте время, потратите немножечко времени, чтобы закончить это. Все, мы убираем защитный слой. Беру на черный фон и я выставляю вот так, беру двумя пальчиками. Выставляю средние пальцы и держу, пока их не прикладываю в мою работу. Открыточку я смотрю просто по уголкам, чтобы это было везде одинаково. Потому что клейкая лента, если схватилась, все уже потом сложно ее... В принципе, невозможно ее потом уже подвинуть. Здесь у меня очень маленькая черная, черный фон маленький, поэтому немножко сложно это было. Но все равно получилось хорошо. Теперь, что мы можем сделать? Мы можем оставить так или можем взять вот, как я говорил, уже планшет и положить на планшет вот так. И приклеить уже сильным клеем, момент у вас, какую-то вы используете, и оно будет очень хорошо держаться. Ну, конечно, желательно белой краской покрасить холст. Ну, иногда я так и оставляю. Смотрите, вот, скажем, у меня вот такая работа. Это тоже энкаустика. Тоже утюгом я рисовала. Получился интересный такой здесь сюжет. Я его вот так вот оформила и сделала на холст. И даже его не окрасила. Он у меня висит сейчас дома. Вот такая работа. И если вы хотите, скажем, не переклеивать на холст, как вы скажем, да, можно таким образом сделать. А хотите сделать это как подарочную открытку, просто можно сделать заготовочку для открытки и вот так положить. У вас получится прикрепить, приклеить надо. И будет очень интересная, красивая работа. Это ручная работа. Это оригинальная, неповторимая работа такая, которую не купишь. И имеет, конечно, свою ценность. Это просто уже произведение искусства, можно сказать. Желаю вам удачи всем. Подписывайтесь на мой канал. Ждите новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...